Рада всех приветствовать на своем канале о вязании. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать красивый и простой в исполнении ажурный узор, который вам отлично подойдет для вязания весенне-осенних джемперов, кардиганов, свитеров, туник. Можно использовать этот узор для вязания детской одежды, а также и женской. Для поворотного вязания вам необходимо набрать количество петель, которые делятся на 3 и прибавить 2 кромочные. Раппорт узора составляет всего 4 ряда. А теперь давайте приступим к вязанию. Для своего образца я набрала 14 петель. Итак, первый ряд узора. Кромочную мы снимаем, не привязывая. И вяжем все петли лицевыми. Друзья, лучшая поддержка для меня это лайк, несколько слов в комментарии, а также подписка. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные выпуски. Последнюю кромочную я всегда провязываю изнаночной. Второй ряд узора. Кромочную снимаем. И все петли вяжем изнаночными. Этот узор очень прост в исполнении. Запоминается легко. Справится даже начинающая вязальщица. Этот узор я посмотрела у турецких мастериц. Третий ряд узора вяжем только лицевые петли. Друзья, лицевую петельку я вяжу за заднюю стеночку, а изнаночную за переднюю. А теперь вяжем четвертый ряд. Будьте внимательны. Кромочную снимаем. И смотрите, теперь мне необходимо 3 изнаночные петельки провязать лицевыми за переднюю стеночку. Смотрите, сначала вяжем третью. Вытягиваем. После этого первую вяжем. Вторую вяжем лицевой. И третью, последнюю сбрасываем. Повторяем. Сначала провязываем третью лицевой за переднюю стеночку. Затем первую лицевой за переднюю стеночку. Вторую за переднюю стеночку. Также лицевой. Третью сбрасываем. И так вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Друзья, далее повторяем узор. С первого ряда я еще раз провяжу. Смотрите. Кромочную снимаем. Но теперь будем вязать в первом... Вот. После четвертого ряда будем вязать лицевые петли за переднюю стеночку. Друзья, если был мой мастер-класс полезен, поддержите меня лайком, комментарием, а также подпиской. И до новых встреч. Встретимся в следующем ролике.